Господа, здравствуйте! Сегодня вторая часть моего проекта по созданию дешевого аналога AR очков Apple Vision Pro. Для начала хочу поблагодарить всех за огромный фидбэк под прошлым видео. Ролик собрал действительно рекордные цифры в рекордные сроки, что просто удивительно. Мне очень приятно видеть вашу поддержку, совет и критику. Это помогает мне развиваться и совершенствовать навыки. Ну а теперь к сути сегодняшнего видео. В этой части я покажу и расскажу подробности работы программного обеспечения моих очков. Подробно покажу первый прототип программного обеспечения. Немного расскажу про то, как я это собирал, а также отвечу на многие вопросы из комментариев под предыдущим роликом. Для начала стоит рассказать, каков вообще алгоритм работы кода моих очков. Итак, начинается все тут, в двух видеокамерах. Вместе они образуют стереопару, дабы человек мог видеть глубину уже своими глазами и не спотыкался об кошек. С камер по шине USB идут два видеопотока, которые заканчивают свой путь в микрокомпьютере Orange Pi Zero 2W. Кстати, в прошлом ролике я заявлял, что буду использовать ESP32CAM ввиду их легкой синхронизации, дешевизны и приемлемого качества. В комментариях меня быстро отрезвили. Не бывает такой магии без проблем. У Wi-Fi камер была бы огромная задержка, которую потом усугублял бы Python. В связи с этим было принято решение перейти на дешевые Full HD веб камеры, тем более одни такие по 850 рублей штука появились в магазине на три буквы. Из отзывов я узнал, что внутри прячется маленький USB модуль, а также с креплением для объектива M12. Это же идеальный выбор, можно менять объективы в зависимости от необходимости. Надо поработать с платами, припаять что-нибудь? Нафигачил на один глаз 28-миллиметровый объектив и смотришь. Надо проехать на велосипеде? Да пожалуйста, вставляй широкоуголку и едь. Как по мне, очень удобный подход, особенно в таком хендмейд-проекте. Впрочем, продолжим алгоритм. После получения видеопотоков микрокомпьютер начинает их обработку. Сначала он обрезает каждое изображение до 1080 на 1170 пикселей. Это идеально половина экрана моего дисплея. Затем отдает изображение в трекинг рук. По окончании трекинга рук список с позициями точек на руке передается дальше. В обработчик положения руки и управления интерфейсом. В то время, как в обработчике происходят проверки совпадения позиций с элементами интерфейса, а также наличие управляющих жестов, на видеопоток накладывается сгенерированный интерфейс, а на него вырезанная ладонь. После всех манипуляций в обоих потоках компьютер передает картинки на дисплей, которые отображают их. Все, что я описал, происходит менее чем за 1.30 секунды. А это очень быстро. На самом деле, мое описание даже вкратце не раскрывает всех операций, происходящих в обработчиках. Там работает нейросеть, алгоритмы и очень много математики. На самом деле, это поражает, но при достаточной структуризации кода, который я и пытаюсь добиться, все это становится реальным, понятным и очень оптимизированным. После того, как вы начали понимать, как работает программа, расскажу и про аппаратную часть. А она на данном этапе очень проста. На фронтальной панели очков я просверлил два отверстия на расстоянии моих человека глаз, в которые закрепил видеокамеры, упомянутые ранее. Причем, стоит рассказать про мои мучения со стереозрением. На самом деле, это была самая долгая, нудная, трудная и заставляющая бросить все к чертям часть. Почему? Да просто, чтобы работало глазное стереозрение, необходимо правильное размещение камер. Под углом внутрь, на равной высоте, используется конкретная часть с видеопотока. Калибровка миллиона осей в этот момент очень изнуряет, ведь каждый из элементов должен соответствовать, иначе вас будет сильно укачивать и никакой глубины вы не увидите. Сейчас я вроде как закончил этот этап, но боюсь, что при изменении объектива я буду заниматься тем же самым. Сейчас я закрепил камеры на термоклей. Немножко стыдно произносить это слово, но других вариантов у меня не было. В штатные крепления особо не вкрутиться и тем более не уравнять положение камеры. Возможно позднее я сделаю 3D-печатное крепление, потому что термоклей это совсем уж не презентабельно и позорно. Но работает. А если работает, не трогай. Так ведь? Впрочем, не стереокамерой един. Отдельной главой является интерфейс. Первая версия моих очков представляла собой техно-денку, включающую отслеживание рук, одного жеста и наложение интерфейса и рук на видеопоток. Это же буквально все то, что я озвучил в функциях нового кода. Скажите вы. И вы правы. Но первый код я писал хаотично и не имел как минимум структуризации. А еще причина, по которой я отказался от первого кода, он полностью синхронный и обрабатывает только один видеопоток. Все же алгоритмы я воровал оттуда. Кроме интерфейса. Если раньше я в процессе просто накладывал интерфейс поэлементно на видео, то сейчас я создаю каждый элемент интерфейса отдельно со своим объектом изображения в структуре. Помимо этого в структуре задаются координаты расположения объекта, его размер, показывается ли он в данный момент и таскается ли он за рукой. А, ну и цвета вот тут. Конкретный экземпляр объекта создается глобально, с заданными параметрами цвета, размера и расположения. Стоит понимать, что наполнение объекта, то есть его функционал, кнопки, картинки и прочие элементы, задаются уже внутри функции создания интерфейса. К такому решению я пришел ввиду того, что так можно быстро изменить расположение объекта из любого места программы, чаще всего из обработчика управления интерфейсом. При этом все эти элементы сначала накладываются на картинку конкретного объекта, затем накладываются на картинку интерфейса и уже затем накладываются на картинку видеопотока. Таким образом получается полная изоляция слоев, позволяющая на любом этапе отредактировать необходимое. В принципе интерфейс самая важная часть ярочков, ведь в интерфейсе и заключается смысл дополненной реальности. С прошлого видео отозвался доброволец, который нарисовал для меня несколько реально крутых приложений, за что ему огромная благодарность. Юджин Соколовский из ВК, привет тебе. На данный момент я продолжаю разрабатывать часть, ответственную за отрисовку и управление интерфейсом. Также могу анонсировать несколько плюшек. Во-первых, у очков будет собственная клавиатура, с помощью которой текст можно будет набирать прямо в воздухе. Во-вторых, интерфейс очков будет немножко объемным. Окна могут быть визуально на разном расстоянии, а благодаря гироскопу и акселерометру будет несколько способов размещения окон. Статичный, при котором окно всегда у вас перед лицом. И динамический, когда окно зависает на месте и если вы развернете голову, останется позади вас. При этом размещать окна можно будет только на панораме вокруг лица, ибо 3D пространства я добавить так и не решился. Ну и в-третьих, у очков будет встроенный порыгователь музыки, связанный с API Яндекс.Музыки. Возможно еще и в ИК Музыке. Остальной список пока не анонсирую. Точно знаю, что будет калькулятор, приложение для заметок, рисования и времени с таймером и будильником. Также с очень большой долей вероятности будет браузер, но его реализация очень сложна. Ну а теперь отвечу на популярные вопросы из комментариев под предыдущим роликом. Первый вопрос. Будет ли код в открытом доступе? Ответ. Да, код будет полностью в открытом доступе на платформе GitHub. Также будут и небольшие гайды по сборке с его чудо-техники. В том числе и код техно-демки, который я показывал ранее, я оставил в описании этого ролика. Для того, чтобы заставить его работать, нужно иметь питон со всеми библиотеками из списка используемых, а также одну USB веб-камеру с разрешением не менее 1280 на 720 пикселей. Второй вопрос. Когда выйдет видео? Ответ. Как видите, вышло. На самом деле, постараюсь выпускать видео раз в одну-две недели. В любом случае, я живой во ВКонтакте, где вы всегда можете пнуть меня с этим вопросом. Были также и советы по использованию камер телефона. Но в этой серии я уже рассказал, как долго я настраивал стереокамеру. А с камерой от смартфона такое будет просто невозможно. Однако, если стереозрение не нужно, а на тестах с одной камерой я познал, что на самом деле глаза могут и без него жить, просто начинаешь втыкаться в стены, то такое решение может существовать. Я думаю, рано или поздно форк моего кода с использованием всего одной камеры от телефона выйдет. Также советовали отказаться от ESP32Cam, что по итогу я и сделал. Помимо всего этого, был один комментарий, в котором человек посоветовал использование смартфона от Sony, а точнее Sony Xperia с экраном 3840 на 2160 пикселей. Я действительно нашел такой Navita всего за 5000 рублей. И это идеальная находка для такого проекта. К сожалению, на данный момент все такие смартфоны находятся далеко от Екатеринбурга, а доставки у продавцов просто нет. Да и в бюджет проекта он укладывается с очень большой натяжкой. Я практически на 100% уверен, что в одной из следующих серий дисплеем для очков послужит именно такой телефон. Но вместе с ним будет обновление видеокамер. И тут я плавно подвожу к тому, что наивероятнее всего, судя по фидбэку, который я получил в предыдущем ролике, 4К-версия очков не за горами. Все зависит от вашей поддержки и критики проекта. Ведь для совершенствования это главное. Возможно, при переходе на 4К я изменю и сами очки. В текущем шейне кони есть проблема. Он белый и просвечивает сквозь стенки. А также у него плохие линзы. В комментариях мне также посоветовали использовать VR-бокс со стеклянными линзами. И я обязательно присмотрюсь к таким очкам. Кстати, если у вас есть смартфон с 4К-экраном на андроиде, который вы готовы продать, напишите мне в ВК из описания. Возможно, мы договоримся. В целом, по вопросам это все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим роликом. Я обязательно отвечу. Теперь расскажу про добровольцев, которые откликнулись с прошлого видео. А их было на удивление очень много. Я создал чат в ВК, в котором и ведется обсуждение технических деталей и дизайна. Если вы имеете желание помочь в разработке проекта, а также умеете дизайнить, писать на Python или C Sharp, вы можете написать мне в ВК из описания. Диванных критиков, кстати, тоже приветствую. А еще огромную пользу принесут обладатели заводских AR-шлемов от Pico, Apple или Oculus. Вместе с вами мы будем изучать алгоритм их работы. Не переживайте, никакого вреда для вашей аппаратуры я наносить не собираюсь. Фух. Ну, вроде и по разработке тоже объяснил. Думаю, на сегодня это все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на комментарии, ставьте лайки, ну вы поняли. Всем пока.